В прошлом году в Кустанайской области произошло два случая пищевых отравлений школьных столовых. Тогда пострадал 91 человек. 54 в Узункольской средней школе и 37 в казахско-турецком лице-интернате для одаренных детей. По всем групповым отравлениям материалы были переданы в органы внутренних дел для возбуждения уголовного дела. Уголовные дела возбуждены, но были прекращены в связи с примирением сторон. Таким образом, лица, допустившие нарушения, которые привели к возникновению вспышек, остались абсолютно безнаказанными даже в административном порядке. Однако вчера, как отмечает Аким, в Кустанайской области вновь произошло отравление. И опять в казахско-турецком лице и Кустаная. По данным Управления образования, в больницах города находится сегодня 9 учеников младших и средних классов. Третий случай, уже отравление детей, опять в КТЛ, 7 человек, всего, что вчера произошло. Я вот, Муратом Георгиевичу, вам и Олег, вам получаю. Создайте комиссию, расследуйте служебное расследование и ответственность первого руководителя, это турецкого лица, надо поставить первого. Одно и то же повторяется уже второй раз. И никаких миров после первого случая не принято. Я не понимаю, почему такая инфарктивность подхода. Уровень организации питания школьников, подчеркивают, в областном департаменте по защите прав потребителей, вызывает тревогу. При проведении внеплановых обследований пищеблоков при регистрации вспышек выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Результаты проверок пищеблоков показали, что на 194 пищеблоках, или в 67% от числа обследований, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Продолжается работа по выдаче обновлений санитарно-эпидемиологических заключений. За указанный период выдано 112 положительных и 78 отрицательных заключений на пищеблоке и бюфеты. Какие именно нарушения нашли санитарные врачи, Сауле Байменова, к сожалению, не озвучила, но подчеркнула, что на объектах образования проверено состояние 68% пищеблоков и бюфетов. Остались непроверенными еще 134 пищеблока в Алденсаинском, Жангельдинском, Карасузском и Кустанайском районах. Причина – отсутствие обращений на проверку со стороны организаторов питания школьников. Дмитрий Гуренко и Татьяна Калюжная, РТН.